Алло. Алло. Анжела, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тамара Лебедева. Я звоню как ваш личный помощник по проекту «Степная реакция». По вашей регистрации. Проходили, да? Да, здравствуйте, Тамара. Да, приятно познакомиться, Анжела. Я звоню, чтобы вам помочь подключиться, вообще ответить на ваши вопросы. Не отвлекаю вас особо. Есть здесь вопросы? Да нет, есть немножко времени. Ой, сейчас секундочку. Сейчас, секунду, подождите, пожалуйста, я отвечу на другую трубку и вернусь. Хорошо. Хорошо. Алло. Да-да-да. Алло, да, я вернулась. Можем продолжить? Да, конечно. Смотрите, я звоню, чтобы вам помочь в личный кабинет войти изначально. Скажите, у вас был опыт уже в торговле на бирже? Ну, так, минимальный. Это вы сами пробовали или с кем-то? Сопровождение. Ну, в смысле как, ну, через брокера. Хорошо, смотрите, у вас есть два формата на выбор, вы можете их совмещать. То есть, например, искусственный интеллект – это базовый формат. Он удобный, комфортный тем, что вы не участвуете в процессе торговли, что вы не тратите на это свое свободное время, и это безопасный формат. То есть, ну, он не приносит большой доход, мы с вами сейчас как раз ориентируемся, какой. Вот. И также будет ручной формат, это именно сопровождение от аналитика. То есть, он может вас набирать, когда вы с ним договоритесь, именно под конкретные события, чтобы вы согласно отчетам понимали, да, и торговали. То есть, там около часа времени. Вы сможете добавлять второй формат, либо его не использовать. А что значит безопасный формат, я не очень поняла. Это что значит? Безопасный формат – это когда работают алгоритмы, это искусственный интеллект, он запускает и работает четко по факту, то есть, он не угадывает. Он не делает вам минусовых сделок, то есть, минусы не будет у вас. Вообще не делает. Ну, если брать статистику, то с 10 может одну сделать, и то это будет минус 1 доллар. Вот. А 9 у вас прибыльных будет с 10. Поэтому по чуть-чуть, понемножку сумма добавляется, это небольшие доходы. Подождите секундочку еще. Секунду, подождите. Мусор вынеси, пожалуйста. Алло, ага, вынеси. Да, Анжел, а скажите, пожалуйста, ваш полный возраст? Ну, старше 18. Анастасия. Мы можем с вами пробовать войти в личный кабинет, чтобы вы уже увидели картинку. Скажите, удобно сейчас поставить на громкую связь? Ну, я на компьютере могу это сделать. А, хорошо, давайте, да. Да, давайте. Я вам отправила на Сергеев. Сергеев – это ваш e-mail, Яндекс, правильно? Мой, да. Да, заходите туда, у вас есть там уже авторизация. Пока нет у меня письм никаких от вас. Нету? Тамара Лебедева. Так, я… Да, у меня ушло письмо, да, не вернулось оно, значит, правильно все. Обновляете, значит. Обновила, пока ничего не вижу. Ну, может, вы мне скажете, куда она… Анжел, вытащите? Да, ну что? Так, сергеев.аквалангс.собака.yandex.ru. Вы это, ты мой, проверяйте, да? Верно, да. Хорошо. Просто обновите, оно может в течение минуты перейти. А, либо же, оно может на Яндексе попасть в другую папочку, не выходящую. Ну, я вот тут и смотрю, и спам смотрю, и стоящие. Ну, вы мне скажите, чтобы не знать, на какой, где ваш сайт, как называется сайт? А, да, давайте секундочку, я вам сейчас продиктую. Так, вы через какой браузер заходите? Google у меня вот есть. Так, я вам диктую тогда цифры, вводите, 35, плюс 35, 72. Это что, это название сайта? Подождите. Это так быстрее нам будет через номер телефона найти. О, господи, это как? Сайт через номер телефона, давайте, плюс 35. Так, да, плюс 35, 72, 40, 20. Подождите, 72, 40, 20. 42, 20, 175. 175. Да. Анжела, я хотела вас спросить, ваше гражданство еще. РФ, правильно? Верно. Так, Ток Трейд Дел Инвест. Да, да, вот это, да. Ток Трейд Дел Инвест. Там будет у вас вход с типа счетов. То есть загрузится страничка сайта, будет логотип два белых льва. Да, да. Там у вас право... А, вы же с компьютера, да. Вход нажимаете с правой стороны. И первую строчку вводите в ваш имейл, а во вторую вводите стандартный пароль. Он идет от 1 до 8, просто цифры подряд. Захожу. Да, зашла. Отлично. А теперь этот пароль мы с вами поменяем. У вас есть с правой стороны три точки возле имени. Это меню. Сообщение брокеру. Сразу скажу вам, что это для связи со мной. Вы можете как массу же использовать. Нажимайте сейчас «Изменить пароль». И придумывайте уже свой, сохраняйте здесь. Так, изменить пароль. Угу, заменяла. Хорошо, закрывайте уведомления. Теперь давайте разберем с нами, как работает. Никакого подтверждения не должно прийти, он так сразу меняется. Нет, а там должно быть уведомление, что ваш пароль успешно изменен. Почта он прийти. Не показала, как он? Нет, но в этом вот на странице просто окно открылось, что пароль успешно. Да, 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 правильно. Никакого нет, не надо подтверждения через почту, ничего не надо. То есть так просто изменить пароль. Смотрите, в следующий раз вы просто заходите уже под новым своим паролем. У вас в любом случае будет этап верификации. Верификация – это оформление счета на свое имя, подтверждение личности. Знаете, да, что это такое? Нет, не совсем что это. Смотрите, вы будете здесь открывать счет. Он банковский, поэтому вам нужно будет его верифицировать, то есть пройти верификацию. Это подтверждение личности. Точно так же, как и вы открывали в Свердбанке, например, счет, здесь тоже будет вот такая процедура. А, ну то есть, когда счет открывается, все логично, хорошо, поняла. Это уже будет, да, Анжела, это будет уже на этапе, когда я вас передаю на другой департамент. Изначально мы сейчас с вами ознакомимся и активируем счет, чтобы вы стали нашим клиентом. Это формат партнерства, да, то есть вы подключаетесь, у вас идет доход каждый день от алгоритмов. Сейчас с вами разберем, как это работает. И когда вы выводите, вы это можете делать хоть каждый день, сумму свою выводить, то есть вы управляете финансами и только вы. Это вы заходите в меню, сейчас тоже разберем. При выводе у вас просто будет комиссия наша, это 10%, да, то есть банк не берет комиссию, берем комиссию мы. Вот в эти 10% у вас будет входить алгоритм, то есть пассивный формат и активный ручной формат. Это уже в сопровождении, то есть у вас будет свой человек, который вас будет обучать, который вам будет звонить, когда вы с ним договоритесь. И влиять будете в таком случае на свой доход, если вам это удобно и интересно. Хорошо? То есть оплата ваших услуг составляет 10% от выведенных средств. Да, да, верно, да, да. Вот, как это делать? Давайте с вами сразу вот вывод средств, нажмите также три точечки и выбирайте вывод средств. Сразу с вами по меню пройдем. Там у вас откроется запрос, да, на вывод средств. Здесь вы будете вводить сумму в долларах, которая вам нужна для вывода. После того, уже следующая страничка у вас будет открываться именно по банку, которым вы будете обменивать эти доллары себе на рубли. То есть откроется страничка, например, Сбербанка, вы через Сбербанк делаете транзакцию, конвертацию. А где какая страничка Сбербанка? Вот на вывод средств здесь цифры, сколько ввести, и доллары, или евро. Доллары, потому что у вас будет счет в долларах. А дальше баланс, доллар. Сбербанк сейчас у вас не откроется. Вы не верифицировали этот счет, то есть мы сейчас с вами его смотрим, да? Понятно. После верификации, да. Ну да. Банк не берет комиссию, берем комиссию мы здесь, вот именно в этот момент. Я вам уже это сказала. Да, теперь как будет работать алгоритм? Следующий момент. Алгоритм, он реагирует четко на зеленые-красные полосочки, которые у вас есть на графике, да? Они называются японские свечи. Помните, что зеленая цена растет, красная падает? Или вы не изучали эту сферу? Ну, я так немножко представляю, да. Хорошо. То есть, да, вы знаете, что на валютных парах, вот с левой стороны, смотрите, в углу у вас есть валютная пара, товары, криптовалюта, это все товары, активы, на которых вы будете зарабатывать. Понятное дело, что уже зависит от объема, с которым вы будете работать. Этот объем вы также сами контролируете. Вот, я вам скажу сразу, какое событие предстоит такое грандиозное. Это в пятницу, третьего числа будет отчет по NFP. Этот отчет бывает раз в месяц. Его любят все, потому что он приносит максимальный доход. Почему? Потому что будет активный очень... Какой отчет, я не поняла. NFP. NFP – это количество рабочих мест США. Количество рабочих мест США. Он влияет на доллар. А доллар, как вы уже понимаете, наверное, влияет на многие активы и на валютном рынке, и на фондовом. То есть, доллар такой, скажем так, монополист в этой сфере именно. Поэтому будет большой, ну, максимальный доход, который возможен, это бывает раз в месяц такое событие. Вот, а также каждый день у вас будет сумма увеличиваться с помощью алгоритмов. Это могут быть небольшие суммы, то есть, также алгоритм реагирует вот на эти изменения, а изменения происходят согласно каким-то также событиям. Ну, в общем, это все аналитика уже идет. Если вы эти моменты захотите изучать, у вас будет такая возможность. Скажите, пожалуйста, как у вас со свободным временем и вообще, у вас московское время или нет, Анжел? Нет, у меня не московское время, у меня 4 часа разница с Москвой. Ну, вот. А до скольки вы работаете? Ну, у меня по-разному, у меня неномированный график, то пусто, то узко. А, я поняла. Ну, в общем, смотрите, можете тогда ручной формат также рассматривать на ближайшее будущее, потому что изначально запускаются алгоритмы, это как базовый формат, да, они уже начинают сумму вашу увеличивать, вот, потому что вы приступаете, можете приступить с минимального объема. И потом уже ручной формат, там, допустим, в течение недели подключится. Или, там, в пятницу выйдете как раз на 17.30 по Москве, будет этот отчет NFP. Вот. Подходят вам такие форматы? Как думаете? Какие вопросы у вас появились? Ну, я не очень поняла, как работает этот алгоритм, что он на себя представляет? Смотрите, алгоритм, он, это программа, которая уже интегрирована к этой платформе. Он будет запускаться со специалистом, я вас буду на него передавать. Он из себя представляет искусственный интеллект. То есть мы можем назвать просто робот. Робот – это что? Это нету человеческого фактора. То есть он работает четко, если зеленая вот свеча, она растет, он открывает сделку на покупку, и когда цена разворачивается, красная свеча появляется, сделка автоматически закрывается. Поэтому здесь может быть доход, там, 1-2 доллара, то есть немного вообще. Но он мониторит изначально, какой актив самый волосильный, то есть где максимальные вот эти вот волны, всплески происходят. И там он открывает, вот делает манипуляцию. Открыл, закрыл. Открыл, закрыл. Вот таких вот сделок у вас может быть до 10 в день, да? Что также удобно, что он не может там открыть одну сделку утром и там вечером закрыть. Это было бы, ну, неправильно. То есть долгосрока нет у робота, а уже ручной формат, он подразумевает под собой долгосрочные сделки, но это будет уже там, я думаю, где-то на месяц второй, когда вы уже войдете там на акции интересные, и там нужно будет это делать. Поняли немножко, да? Ну, так, очень приблизительно. Вы сказали в начале разговора, что по статистике робот, ну, дает поменьше походность, но надежнее. Да. Правильно, Смена? А статистика, это у вас где, где с ней можно ознакомить? Статистика... Смотрите, я вам могу так сказать, что можно сумму удвоить за месяц. То есть, например, если вы приступаете с 10 тысяч рублей, вы можете заработать 20 тысяч рублей, но это за месяц, а этой суммой, там, допустим, у вас уже капнуло 5 тысяч, вы можете уже пользоваться что своей суммой, что доходом, то есть вы сами управляетесь этими финансами. Вот, поэтому статистика такова, что сумма удваивается именно по алгоритмам. Ну, а с ней можно где-то познакомиться с официальной статистикой вашей компании? Она у вас представлена на сайте, например? Да, да. Что-то еще, где можно посмотреть? Конечно, можно, да, да, конечно, можно. А где можно посмотреть, подскажете? Я вам отправлю на почту, официальную статистику отправлю. Она же есть на сайте где-то или нет? Там есть именно по поводу робота, да, есть информация, но именно статистика дохода, то, что, да, бывает, чаще всего, я вам отправлю сама, лично, вот. Ну, это официальная статистика компании, да, чтобы посмотреть. Да, да, да. Да, но, Анжела, вы должны просто здесь понимать самое важное. Вы сами не торгуете ни в коем случае. Вы заходите только управлять финансами, как в онлайн-банкинг. И то, что ваш доход зависит от того движения, которое есть на рынке, вот эти вот, да, красные зеленые полоски, это движение, и от вашего объема. Также, если вы будете поопрещать ручной формат, вы будете влиять на свой доход, то есть вы сможете больше зарабатывать. Вот, если хотите больше, соответственно, вы можете это сделать. У вас есть уже какая-то финансовая цель? А каким образом я, ну, чтобы больше было, это нужно вручную? Ручной формат, он подразумевает под собой работу со специалистом, да, то, что я вам говорила, это второй вариант. Да. Да, когда вы сами все равно не торгуете, а торгуете именно с человеком. Ну, то есть такой вариант тоже возможен, или там какие-то другие условия нужны. Там при ручном формате со специалистом какие-то другие условия нужны, или я могу этот формат выразить специалистом? Нет, нет, нет. Вы можете этот формат использовать в любой момент, потому что, да, можете и то, и то использовать. Просто что ручной формат, это же нужно потратить часть времени, а не у всех это есть. И, ну, как бы, да, частые клиенты используют два формата. Вот, я и поэтому говорю, что первый вариант алгоритма – это базовый, безопасный, да, базовый. Вот, а второй – это уже такой дополнительный, скажем так. Понятно. Ну, вам вообще близка эта тема, да? Ну, интересно, конечно, да. Ну, вы, может быть, еще там занимаетесь со мной работой в такой же сфере, похожей к вам торговлю, может быть, у вас нет. Нет, она не связана никак в торговле. Да, ясно. Ну, у вас, скажите, Анжела, у вас есть сейчас вот какая-то цифра, которая вам в месяц нужна, там, или не в месяц, а вообще, вот сколько бы хотели? На какой порог хотели бы выйти в ближайшее время? Да, ну, не сложно сказать. Я зарабатываю достаточно средств у меня, в принципе, больше даже, чем мне нужно. Поэтому хотелось бы и те средства, которые я не трачу, как раз вот куда-то приткнуть, чтобы они… А, чтобы они работали, да? Ну, конечно, да. Правильно. Да. Это как раз и есть инвестиции. Хорошо, то есть вы можете, в принципе, приступить с минимального объема, а дальше уже себе контролировать. Как вам? А минимальный объем – это сколько? Он составляет 130 долларов, в рублях это 9,610 на сегодняшний день. Ну, что с ними можно заработать-то, я думаю, что можно и больше рассмотреть вариант. Можно и больше, конечно. Например, ну, с какой суммой вы хотели бы приступить? Ну, если в рублях, то это 1100 можно для раскачки. Хорошо, смотрите, я как подключаю, а мы с вами… Да, как это вообще происходит? Что-что? А там же можно потом же и доносить, да, наверное? Да, я же говорю, вы управляете сами своей суммой, сами своим объемом. Можно начать с 1100, например, начать, а потом уже доносить, если там все нормально будет, если понравится. Да, Анжелас, услышала вас. Смотрите, как мы с вами делаем. Мы с вами активируем счет, дальше я вас передаю на департамент по работе с клиентами, там идет распределение. С вами закрепляется специалист, он вам запускает алгоритмы, вы с ним познакомитесь, он вам установит приложение на телефон и договоритесь с ним уже, когда созваниваетесь. Хорошо? Хорошо, да. Хорошо. А сориентируйте, пожалуйста, вы каким банком планируете пользоваться? Не знаю, не поняла. Вы же сказали, что я открываю банковский счет для работы. Нет, вы сейчас каким банком вообще пользуетесь чаще? Ну, то есть, я понимаю, что они могут быть разные, но мы с вами можем активировать счет, например, с одного определенного, который вы для себя выбираете. А что значит активировать счет? Да, показываю, рассказываю. Смотрите, у вас есть синяя кнопочка «Пополнить счет». По центру она у вас сверху. Видите, на платформе. Там еще стоит, да, баланс, значок доллара, налей, пополнить счет. Да, нажимаете, она вам открывает разные терминалы. Смотрите, номер один, номер два, номер три. Это каждый терминал соответствует определенному банку либо платежной системе. Они есть Visa, Mir, MasterCard, Maestro. Вот, и я вам здесь помогаю конвертировать валюту, то есть, вы обмениваете рубли на доллары. Вот, таким образом вы активируете свой счет. Это как происходит. Вы отправляете запрос на банк, банк вам присылает в ответ SMS с единоразовым кодом, это называется 3D Secure Безопасность. Вы этим кодом подтверждаете, все, вас автоматически перенаправляют сюда, вы видите у себя эти доллары на счету. Таким образом, я вас передаю уже дальше на подключение. Понимаете, да? Да, пока, честно говоря, не очень. Мы же должны создать счет банковский, правильно, для работы? Правильно, правильно, мы это так и делаем, да. Мы с вами конвертировали валюту, дальше я вас передаю уже на верификацию. Верификация – это оформление счета. У меня есть валюта, в принципе, у меня есть карточка мультивалютная. Ну, это уже роли, в принципе, суть не меняет. Вот, в любом случае, вы делаете так, активацию. Нет, про активацию понятно. Мы же должны сначала создать этот банковский счет, мы же его еще не создали. Ну, смотрите, вы создаете счет после, ну вот вы сделали конвертацию, да? И идете создавать этот счет. Вот я вас направляю на создание счета. Мы создали как конвертацию, что значит? Мы его где конвертируем-то? Конвертация – это… У меня вот доллары есть, у меня мультивалютная карта, там доллары есть, мне не нужно их конвертировать. Ну вот, в любом случае, вы тогда проходите через один из этих терминалов. Ну, то есть, мы пропускаем этап конвертации, уже валюта есть у меня, мне не нужны конвертации. Да, просто активацию у вас забудут. Следующее, значит, заводим, делаем счет, правильно? Открываем. Да, 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 да. Ну, хорошо, давайте к открытию приступим. Что мне нужно? Давайте, да. А сориентируйте мне, пожалуйста, какой у вас банк? Так у вас же будет банк, вы же сказали, что мы банк будем в банке, в банковский счет создавать. Нет, вы мне скажите, какой у вас счет, вот счет в долларах у вас какого банка? Во Freedom Finance. Секундочку. Так, сейчас вам подсказываю. Скажите, пожалуйста, какая платежная система у вас? Виза, мастер партии? Сейчас посмотрим, подождите секундочку, я посмотрю. По-моему, виза, но надо убедиться. Хорошо. Да, виза. Да, тогда вам подходит первый терминал. Вот он у вас уже активирован. Вот видите, терминал номер один. Он такой зелененький. Что это такое терминал? Что такое терминал? Терминал это, смотрите, терминал это у вас проводит через ваш Freedom Finance, вы видите банк, а вот эти вот доллары сюда открывает вам счет, своими долларами. Вы открываете здесь счет, да? То есть у вас вот эти доллары будут здесь на счету, баланс у вас будет доллара. А на счету какого банка-то будет? Уже сумма. На счету какого банка? Это будет Deutsche Credit Bank. Понятно. Так, а мы должны же создать счет там в Deutsche Credit Bank мне? Правильно, мы сейчас это и делаем с вами, да. Как мы это делаем? Смотрите, как мы это делаем. У вас здесь, введите сумму, видите, такая белая строчка стоит. Так, сейчас я вернусь. Терминал номер один, введите сумму, да. Да, верно. Да, ставите там 10 тысяч. Долларов, да? Мы будем с вами чистами. Нет, нет, мы ставим сейчас с вами 10 тысяч рублей. Здесь только рублей, подождите, я же не рубли хочу. Здесь такой лимит, да. Подождите, мне же доллары надо. Я понимаю вас. Вы здесь ставите все равно рубли, у вас будет доллар, вот вы будете использовать счет в долларах, я поняла вас, но вы здесь ставите рубли. Хорошо, да. Дальше. Потом ставите галочку, что вам есть 18 лет, мне исполнилось 18, и нажимаете оплатить. Что-то ничего не происходит. А, нет, тут куда-то мне на какое-то окно. Оплатить вы нажали, да? А, нет, все, мне перетянуло на окно детали платежа. Коплатить тысячу рублей. Да, смотрите, там 10 тысяч рублей, да. А, ну да. Смотрите, вы там видите форму, там написано номер карты. Это для того, чтобы отправить запрос на ваш банк. Вам приходят смс-ки от банка на какой номер телефона? Ну, вот на этот. На этот, хорошо. Тогда, смотрите, вы вводите номер, вы говорите, там виза, первая цифра будет у вас 4. Если у вас есть автозаполнение, вы его не используете, то есть нужно все вручную ввести. Угу. Понимаете, да? Угу. Так, а я не поняла, здесь написано детали платежа, а я сейчас что оплачиваю-то? Это обмен валюты будет все равно происходить у вас. А зачем? У меня там валюта, у меня там доллары на этой карте. Я вас поняла. Ну. В любом случае у вас сейчас будет вот так вот происходить. Ну, подождите, мы, у меня валютный будет счет-то ваш брокерский, ну, вот у вас брокерский счет будет валютный. Да, валютный в долларах. Да, да, да. И у меня сейчас доллары. Конечно. Мне зачем доллары конвертировать в рубли, а потом снова рубли в доллары? Если я могу... Смотрите, у вас, если вы переживаете за комиссию, Анжел, то у вас комиссии здесь не будет. Я не переживаю за комиссию, я переживаю за логику. Зачем? Это во-первых. А во-вторых, куда я сейчас отправляю вот эту платежную систему? Куда я сейчас отправляю? Вы отправляете себе на свой счет. Если хотите, я могу вас перевести. Счет-то где? Да, конечно. Вы его сейчас сдаете. Нет, вот сначала создаете счет. Вы как раз сейчас его создаете? Паспорт там, ну как, вы же сказали, что счет создается, как в банке. Я создавала счет в банке. Правильно. Там создается счет с паспортом, с реквизитами, создается счет. Есть детали этого счета, реквизиты счета. Анжел, если хотите, я вас могу переключить на финансовый департамент. Хорошо, давайте попробуем, может они смогут... Побудьте на линии, пожалуйста. Алло, Анжела, добрый день. Добрый день. Сергей Демидов, меня зовут, руководитель финансового департамента. Вот Тамара Присадинская к вам. Вам приятно познакомиться. Так, подскажите, какой вопрос у вас? Да, ну тут девушка не смогла мне объяснить последовательность открытия счета у вас, брокерского. Мне очень понятно. Ну, вы будете работать и зарабатывать в валюте доллар. Делается пополнение через рубль, так как это наши терминалы. Из этого, когда клиент пополняет, просто да, вот у вас есть валютный счет, да, и вы можете посчитать, сколько это будет в долларах, сколько это будет в рублях. Да, но у нас очень много клиентов, которые не понимают, какая сумма нужна в долларах. И когда им говоришь в долларах, они говорят, сколько это в рублях. Соответственно, что при пополнении счета клиенты вписывают сумму в эквиваленте рубль. Но конвертация происходит в долларах, и вам на счет деньги падают в долларах до последнего цента. Ну, это понятно, но для того, чтобы мне на счет упали деньги, мне нужен этот счет, мне его нужно создать. А как мы можем переводить сейчас деньги с моей карты на счет, который еще не создан? Вот тут вот не очень понятно. У вас, когда вы проходили регистрацию, да, и когда вы сделали регистрацию именно в компании, да, у вас можете даже в интернете забить, что брокерский счет создается автоматически. И он у вас просто создан, не активен. Ну, подождите, папа не может создать брокерский счет, не имея никаких моих данных, кроме имя, фамилии, электронной почты. Вы о чем говорите? Вы, когда проходили регистрацию, да, вы, вы можете не перебивать меня, если задали вопрос. Вы, когда проходили регистрацию, вы подтверждали и давали согласие на обработку персональных данных. Да. Ну вот. Ну, из этих персональных данных было всего лишь мое имя, фамилия и электронная почта. А для того, чтобы открыть брокерский счет, нужен паспорт, посмотреть там прописку, все же это вносится. Для того, чтобы потом эти данные... Вам, Анжела, вам скинуть статью на электронную почту, чтобы вы почитали, как создается брокерский счет? Не, можете, конечно, сбросить все, что угодно, потому что электронная почта терпит любую статью. Но я знаю, как создается брокерский счет. Я же создавала брокерский счет. Ну, и вы создавали брокерский счет в банке. Вы сейчас путаете банковские обслуживания и брокерскую компанию. Банк – это государственное учреждение, через которое вы работаете. Я создавала брокерский счет у брокера. Это брокер Атон. А как? Атон. Первый раз об этом слышу, если честно. Ну, ладно. Вы приезжали и подписывали документы физически, да? Тет-а-тет с вашим брокером. Конечно. Вот, это было в Москве? Нет, это было в городе моего проживания. И как давно это было? Это было в прошлом году. В прошлом году. Замечательно, видите? А здесь все делается по-другому, так как много компаний, да, и у каждого своя политика работы. И когда вы проходите регистрацию, да, вы не проходили регистрацию именно в брокерской компании. Вы проходили регистрацию по рекламе цепная реакция. Да, это совсем отдельное, другое направление. Но это же все равно, это брокерский проект. Вы же брокер или вы не брокер? Брокерский проект, который предоставляет вам услуги, да, вот, по данному проекту. Но у каждого, вот смотрите, есть российские брокеры, да, которые работают с российскими банками. Мы являемся международной компанией, и вы будете работать и зарабатывать в долларах. Да, мы работаем с сотрудничеем, основном, ну, прямой наш партнер, это Deutsche Credit Bank, немецкий банк, с которым мы напрямую работаем. А счеты открываются, мои брокерские, в банке или у вас, у брокера? Ваш счет будет отдельно от счета компании. Ну, он будет где находиться? В банке? Он будет, он будет в банке. Deutsche Credit Bank. Это не можете забыть, что это за банк. Открывает счета с излицом иностранного государства, ну, в частности, я в России, я Deutsche Credit Bank, видимо, в Германии, судя по названию. Открывает без паспорта. Ну, да, я же сказал, это немецкий банк. Просто знаю имя, фамилию и электронный адрес. Счет открывается на компанию, которым управлять будете вы. Это то же самое, что вы приходите на, устраиваете официально на работу. Я вас не слышу. Что значит счет открывается на компанию? Вы же говорите, что это будет мой счет. Или все-таки это будет счет компании? Ну, это, это ваш, это ваш счет, которым будете управлять вы. Вы сейчас сказали две совершенно противоположные вещи. Первое, что счет открывается на компанию, а второе, что счет открывается на меня. Так все-таки давайте разберемся, на кого открывается счет. Компания, бухгалтер, вы когда официально устраиваетесь и бухгалтер за вас открывает все счета, чтобы вы получали зарплату, правильно? Нет, конечно. Правильно. Так же и здесь. Почему правильно? Конечно, нет. Я завожу карту, если у меня карты нет, либо предоставляю данные своей карты существующей, счета банковского, который привязан к которым не причиняются зарплаты. А я работал, я когда работал, официально устраивался в Москве, мне предоставляли и счет, и создавали все абсолютно, и вместо меня это делал бухгалтер. Ну, он, наверное, брал у вас ваши паспортные данные, копию паспорта заверенную, и только тогда... Совершенно верно. Ну вот, вы же у меня сейчас этого не запрашиваете, ни паспорт, ничего. Так, потому что, а зачем? Когда вы пополняете счет, и вас переводят на аналитический отдел, только потом вы проходите верификацию. Так, а счет, когда вы создали, если там какая-то ошибка у меня, то в предоставленных мной данных, то счет аннулируют и заведут новые? Вы заберете деньги обратно, отредактируете все, если что-то будет неправильно. А как я их заберу, если получится, что... Ну, вот, к примеру... Вы введите себе на банковскую карту. Вот смотрите, ситуация, почему я спрашиваю, вы сейчас поймете. Вот я написала, когда регистрировалась, набирала свое имя, я написала Анжела. А на самом деле в паспорте, в паспорте, я Анд-Д-Жела. Я пропустила букву Д, ну, потому что это... Ну, я в обычной жизни, я Анжела, и все знают меня как Анжела. Вот, а в паспорте у меня Ан-Д-Жела, это ошибка паспортиста, но так уже пошло с детства. И вы понимаете, вот у меня сейчас счет на Анжелу, я сейчас пополняю средства, а потом при верификации происходит обнаружение несоответствия мной предоставленного данного имени и данного имени в паспорте. В паспорте что произойдет дальше? Как я смогу вывести свои деньги, если я не смогу подтвердить свою личность, что я не Анжела? Это ошибка, это ошибка в имени, да, а если вы знаете, если бы у вас была бы ошибка, допустим, вы предоставляете паспорт, где неправильная цифра какая-то будет, вот тогда это ошибка. А то, что допустили ошибку в паспорте, так я вам говорю, что когда вы будете предоставлять... Ничего больше нет. Как я смогу доказать свою личность, если я захочу... Отредактируйте в профиле и добавите одну букву. Зайдете на платформу, вы нажмете редактировать. Счет-то уже создан на Анжелу, а не на Анжелу. Ну, отредактируйте. Так, а деньги-то уже будут там, как я смогу отредактировать и как я смогу доказать. У вас еще ничего там, у вас только ноль. Я представлю, да, ну так вы же мне предлагаете сейчас уже пополнить этот счет, а потом я представлю данные, что я Анжела... Я вам ничего не предлагаю. Ну, ваша коллега мне уже дала... Вы можете не пополнять свой счет. Ну, почему? Ну, я хотела бы работать, я просто пытаюсь разобраться и хочу, чтобы вы мне объяснили. Ну, тогда пополняйте счет. Я сейчас пополню у меня счет на Анжелу, потом я представлю свои данные, как Анжела, и Дойчий Банк скажет, простите, вы кто такая? Не скажет он вам такого. А как не скажет, если у меня есть несоответственность? Медийные, медийные, у нас есть клиенты с госучреждений, да, с медийной личности, которые не желают работать от своего имени. И компания идет на уступки, и ведутся переговоры, и им открывается вообще не на свое имя, фамилию, счета, чтобы просто это не прослеживалось. Так как в госучреждениях, которые клиенты наши работают, они заполняют декларации. Дабы этого избежать, они просят, чтобы компания им создавала счет не от их имени. Они работают самостоятельно, но не от их имени. При выводе денежных средств вам звонит робот, через которого вы подтверждаете голосовым, что действительно это вы, как в Сбербанке. То есть вам задаются вопросы, и по вашему голосу, когда вы уже работаете и в дальнейшем обналичиваете свои средства. Так а вы не в курсе, что есть сейчас программы современные, которые могут подделать любой голос, даже пранкеры голосом Путина? Ваш голос, я могу спорить, ну так, послушайте, это Путин, он медийная личность, это президент. А кто будет подделывать ваш голос? Да, вашего голоса в программе, да не может такого быть. Муж, муж вдруг захочет со мной разводиться и захочет тянуть у меня деньги, чтобы ему мешать это сделать. Ну, в теории. Ну, если ваш муж будет выводить деньги, подделав мой голос, зайдя на платформу. Как он подделает ваш голос? Я же еще раз объясняю, существуют программы, которые это позволяют делать на любом случае. Ну, когда, смотрите, когда присылаете скриншот, точнее, когда вы присылаете фотографию паспорта и когда вы присылаете скриншот вашего паспорта, да, сделав с этой фотографией, это все видно. 21 век, технология на высшем уровне. Если вы сделаете фотографию своего паспорта и при этом сделаете скриншот, то это будет видно, что это скриншот. И будет отказ. Вы думаете, у моего мужа нет фотографии моего паспорта, а у меня есть его паспорт. Я вам говорю о том, если он захочет поделать ваш голос. У него это не получится. Почему не получится? Программы делают любой голос. Лепок мой голос, он может записать в течение недели на любые темы разговаривать со мной. Я вам только что об этом рассказывал, что если будет запись разговора, если это будет какая-то программа, это все будет слышно и будет отказ. Не знаю, не знаю. Ну ладно, хорошо, что-то тут вообще как-то кривенько, но раз уж медийные личности этим пользуются, все успешно. Ну ладно, поехали дальше. Вот мне ваша коллега прислала платежную систему, да, это называется. Я надо внести, ввести сумму почему-то в рублях, хотя у меня сумма в долларах на карте. И надо уже номер карты, ну в общем, что я объясняю, вы понимаете, да, деньги, куда сейчас мои уходят. На платформе они будут отображаться? Нет, где они отображаются, это понятно, куда они в реальности идут, куда зачисляются деньги. Вот вы, если работали, да, с компанией и торговали, вы работали через терминал, да, вот график, который у вас перед глазами, это называется терминал. Деньги, которые приняты на терминале, они закреплены, ну это отображение, но терминал, он, ну весь выход, весь выход, да, все закрепляется за банком. Дойче Кредит Банк. Ну то есть они на счет должны поступать, правильно? Деньги, сейчас я переводить буду, они куда пойдут на счет? Они будут у вас на платформе. Это, вот когда вы покупаете какие-то... Платформа – это картинка. Деньги могут быть только на банковском счету, они идут из банка на банк на какой-то... Платформа – это инструмент, который вам предоставляется для работы. Когда вы скачиваете MetaTrader 4, MetaTrader 5 платформа и пополняете его, они хранятся на платформе. Платформа закреплены... Сергей, они не могут... Правильно я запомнил, Сергей? Да. Сергей, деньги не могут находиться на платформе. Платформа – лишь отображение чего-то. Банковского счета, например, если мы берем там платформу банковскую, брокерского счета. Вот я сейчас переводить деньги буду, они куда пойдут? На счет Дойче Банка или куда? Вам на счет. В Дойче Банк? На счет. Да. Ну, я про это и спрашиваю. Тогда скажите вот какой вопрос. Вы, наверное, знаете, что такое средство разработчика? Ну? Ну, в любая веб-страница можно посмотреть ее исходный код. Ну? Я сейчас залезла в код вот этой страницы, и я вижу, что деньги уходят не на счет в банке, они уходят по номеру карты, все из лица. Пи-ту-пи платеж, перевод. Это терминал. Что значит терминал? Это услуга. Это обычный терминал, такой же, когда стоит, когда вы пополняете свой номер телефона мобильного. Когда я пополняю номер телефона, я отправляю деньги на счет оператора связи. Вы можете открыть второй терминал. Это сервис U-Money, который принадлежит Сбербанку. Угу. Ну, а терминалы, они в рублях, а терминалы рублевые. Ну, хорошо. Ну, мы сейчас что делаем, какую-то конвертацию, или мы деньги на счет перекидываем на ваш, на брокерский? Вы делаете, вы делаете перевод, правильно? Перевод. Но при этом будет производиться конвертация в автоматическом режиме. Хорошо. Потому что терминал в рублях, у вас деньги в доллары. Хорошо. У меня вопрос-то был другой. Что средства разработчиков, которые показывают исходный код страницы, показывают, что оплата производится на карту физлица, на карту. Не на счет банковский, на карту. Понятен мой вопрос? Ну, мало, можно что угодно написать. Что угодно написать? У вас закодирована страница. Это достоверные информации. Естественно, естественно, достоверные. Я зашла в исходный код страницы. Ну, и что? Ну, исходный код страницы мне говорит о том, что вот эта платежная система подразумевает перевод денег на карту физлица. Вы делаете перевод. Там зашит номер карты. Нет. В исходном коде страницы зашит номер карты, на которой переводятся деньги при платеже. Вы используете терминал. Я использую терминал. Через который переводите деньги себе на счет. Нет. Еще раз говорю. Но я с вами спорить не буду. Не надо со мной спорить, потому что я сейчас вижу исходный код страницы. Он у меня перед глазами. Я вижу, что это питут и оплата. Замечательно. Я вам говорю, что вы делаете. Сергей, ну вы мне говорите, вы мне говорите. Это слова человека с телефонной трубки. А я сейчас вижу своими глазами, что творится в исходном коде этой страницы. Ну, замечательно. Вы меня услышали? Замечательно. Я спрашиваю, как вы это можете объяснить, что деньги уходят на карту, а не на счет? Они будут у вас на балансе, когда вы будете производить перевод. Я охотно верю. Они будут вам... Я не спорю. Ну вот, они вам после чего упадут на счет. Вопрос после чего? После того, как я переведу деньги на карту кому-то? Вот сейчас. Возможно. Что значит возможно? Вы это должны знать, если вы из финансового отдела. Я это знаю, но вам это не обязательно знать. Мне это необходимо знать. И вы обязаны это открыть, потому что любое движение денег... Это конфиденциальная информация. Это не может быть конфиденциальной информацией. Я объясню почему. Потому что любое движение денег отслеживается банками и налоговой нашей системой. И которые между собой взаимодействуют и открывают друг другу информацию. И в теории представим ситуацию, что я перевожу деньги на карту физлица, а я перевожу деньги. Это уже не теория, это практика. А это физлицо является международным террористом. Ну в теории, да? Что меня тут же накрывают все спецслужбы, какие только можно придумывать. Зачем я буду себе подводить под риск, переводя деньги неизвестному человеку? Это первое. Второе. Если даже предположим, что то, что я сейчас сказала, это полный бред. А это, скорее всего, полный бред. Никаких террористов у вас нет. У вас там простые дропы, которые даже не знают, что это такое вообще, для чего они что делают. То я не понимаю, каким образом юридическое лицо... Каким образом юридическое лицо предлагает производить клиентам оплату на карту из лица. Вот на основании чего? Если такое основание есть, то должны мне подтвердить, например, доверенность, подписанная генеральным директором. На то, что какой-то человек с такой-то фамилиями, отчеством и паспортными какими-то данными уполномочен директором компании принимать платежи. И тогда на этом основании я спокойно перевожу эти деньги. У меня потому что есть доверенность. У вас такая доверенность есть? Ну, не у вас, а у того человека, который подразумевается, кому переводят деньги? Платежи происходят через главного... То, что я являюсь руководителем финансового департамента, да, это еще ничего не значит. Есть человек, который отвечает за все финансовые движения в нашей компании, так же, как и торговля средствами нашей компании, так же и переводы клиентов, которые это все отслеживают и проверяют. Не поняла, каким образом он отвечает? Он принимает деньги на свою карту? Каким образом он отвечает? Нет, он не принимает деньги на свою карту. А кто принимает деньги на свою карту? Это всего лишь надпись, которая вам отображается в P2P. Никто не принимает деньги на свою карту. Вы не переводите деньги на свою карту. Код страницы и код этого терминала подразумевает, что оплата производится на карту. Это факт. Вот это факт. Вы сейчас не можете его оскорить, потому что это факт. Я вам могу сейчас надпись поменять. Я могу надпись вам поменять, и там будет описано перевод на свой счет. Нет, вы не сможете поменять надпись, не поменяв структуру этого платежа. Если вы в коде исправите реквизиты банковской карты на реквизиты счета банковского, то я увижу, что деньги будут идти на банковский счет. И деньги действительно пойдут на какой-то банковский счет, а не на карту. Потому что код страницы, он будет кодировать именно то, что будет происходить в реальности. Вы понимаете, как это работает? Я понимаю, как это работает. Это просто надпись, которую вы видите, за которую вы вцепились. Я вижу не надпись, я вижу исходные коды, страницы. Вы понимаете, Сергей, о чем идет речь? Я говорю еще раз, что это факт. И вы уже даже с ним не спорили. Чего с сома начали спорить-то? Вы не скажите другое. Ну, нет смысла спорить. На каком основании компания принимает деньги физлиц? На карты физлиц. И кто эти физлица? Мы не принимаем деньги на карту физлица. Вы используете терминал, через который производите платеж. Платеж на карту физлица, Сергей. Вот это факт. Тогда, если вы утверждаете, что это платеж на банковский счет, дайте мне реквизиты банковского счета, и я проведу его по реквизитам. Со своего банковского счета на банковский счет. Вот мы его и активируем, переведя. Ну вот, пополните счет через терминал, он будет активироваться. Нет, через терминал я пополнять счет не буду, потому что это счет на номер карты физлиц. Все, тогда не нужно, тогда не нужно. Вас никто не будет упрашивать это делать. Тогда не нужно. Вы сделаете альтернативный вариант. Ну, потому что за терминал, за терминал есть люди, которые отвечают. Мы подписали долгосрочный контракт с людьми, которые предоставляют свои услуги по терминалу. Зачем сейчас говорите? Производя платеж... Это терминал, вот это терминал, это дешевый самопал, который сделали ваши айтишники на коленке, недоученные айтишники. Там не скрыта никакая информация. Они даже не смогли сделать скрытых разделов. Потому что зачем что-то скрывать? Естественно. Нет, вот я вам еще расскажу зачем. Если бы вы вскрыли бы разделы, где написано, что это P2P и номер карты, еще можно было бы там поколупаться более сильному специалисту, сильнее, чем я. Я могла бы этого не увидеть. Зачем нам скрывать что-либо, если мы... Ну, нам не в чем скрываться. Скрывается тот, кто что-то сделал не так. Да, мы делаем все по закону, и нам скрываться незачем. И зачем что-либо скрывать? За терминал отвечают всем другие люди. Да, что вы принимаете деньги на карту физлица. Вы утверждаете, что вы делаете все по закону. Мы не принимаем деньги на карту физлица. Это платеж на карту. Вы что, Сергей? Есть. Вот вы... Мне так нравится, когда люди думают, что они правы, но это не так, да? Да, вы мне поэтому тоже нравитесь, видите, я смеюсь. Вы тут абсолютно самопректичны и правы. Вы можете зайти на любой обменник, вы можете зайти на любой криптообменник, да, на любой сайт, который занимается криптопереводами. И также увидите перевод на карту физлица, потому что за этим стоят люди, которые производят финансовые операции. Они не скрывают, что там физлица, которые продают... Так мы тоже не скрываем. Нам не важно, как будет происходить платеж. Главное, что терминалы, которые мы используем, проводят конвертацию быстро. И когда клиент производит перевод, деньги ему поступают моментально. Вы продолжаете упорствовать. Ладно, давайте отойдем от этой темы. Бог с ним. Вы сказали, что вы международная компания, правильно? Сергей? Ну... Сергей, вы... Ну, вы слышите меня? Я слушаю. А что значит международная компания? Вы где зарегистрированы вообще? В Англии. А как вы называетесь? СТАй. Так называется СТАй, да? СТОК ОПШИНС ЛТД. СТОК ОПШИНС ЛТД. Вы были на главной странице? Нет, а вот это название вашей компании. Вот будьте добрезадетели на лицевую страницу нашей компании. Кем вы регулируетесь? Будьте добрезадетели на... Кем вы регулируетесь? Есть лицензия Центробанка Российской Федерации. Есть киперская лицензия, которая дает возможность... Мне это самая главная лицензия Центробанка. Номер, диктуйте мне ее. Нет, не буду диктовать. Почему? Не хочу. Не хотите? Вы мне не нравитесь как клиент, и я с вами не желаю работать, да. Ну, я вам так скажу. Вы мошенник, и мошенник такой слабенький-слабенький. Вы даже не подготовились к разговору. Вот, и... А зачем мне подготовиться к разговору? Это ваше мнение. Такое... Ну, давайте называйте меня. Это ваше мнение. Вы хотите, называйте мне лицензию Центробанка номер. Так, знаете, порой доказывать это... Что-либо доказывать, да, кому-то. Это стыдно. Поэтому доказывать что-либо я не буду. В вашем случае это стыдно, потому что вы не сможете мне предоставить, у вас нет лицензии Центробанка. В списке лицензированных брокеров Центробанка у вас нет, не было в помине и не будет. Поэтому зачем вы еще раз меня обманываете? Да, это ваше мнение, да, с которым спорить нет смысла. Это не мое мнение, это факт. У вас есть своя правда. У вас есть своя правда. У вас есть лицензированные брокеры Центробанка. Ну, это значит, вы плохо ищите. Я открыла, я открыла сайт Центробанка, там есть Excel-евый файл. В этом Excel-евом файле в списках всех лицензированных брокеров у вас нет. И вы искали, потому что вы написали неправильно название компании, я уверен. Вы как сказали мне, я так и написала. Скажите мне, как правильно. Я извинюсь перед вами, если я увижу лицензию, я принесу вам свои лицензии. Мне ваши лицензии не нужны. Так, а у вас их не будет, потому что у вас нет лицензии. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Ну, это ваше мнение. Это факт. Если вы понимаете, то читайте дальше, пожалуйста. Это факт, Сергей. Это факт. Без проблем, как скажете. Еще один мошенник детектив. Порой с глупым человеком не нужно спорить. Вы можете спорить, можете не спорить. Это, собственно, ваш выбор. Но то, что вы в очередной раз обосрали, это тоже факт. Ваш бенефис на Ютубе будет через две недели. Можете искать себя на канале. Без проблем. Да, без проблем. А потом вы будете записывать опровержение, когда тоже Я не буду записывать опровержение, если вы не будете готовы доказать свою правоту. Вы не готовы. Так зачем что-то доказывать? Так вам в вашем случае не зачем. У вас нет никаких доказательств. Я ничего не потеряю. А я привела в нашем разговоре как минимум три доказательства вашей мошеннической деятельности. Какие три доказательства? Вы ни одного доказательства не привели. Для себя, возможно, что-то вы доказали для своего эго. Но оно... Давайте подведем итог, чтобы вы тоже это услышали. Первое. Это кривое пополнение счета в отсутствии такового брокерского. Второе. Это предплатежный терминал, подразумевающий оплату на карту физического лица. Третье. Отсутствие лицензии Центробанка. Вам не доставить? Как жаль, что вы плохо владеете информацией. Я очень хорошо владею информацией. А вот вы не подготовились. Нет, к сожалению, очень жаль. У вас имя интересное. У меня интересное имя. У меня много чего интересного. Так что, когда вы мне позвоните в следующий раз, будьте готовы к более продолжительному, интересному и долгому разговору. Так, вам больше звонить никто не будет. Ну, все так говорят, что звонят много раз. Поэтому я уверена, что мы еще с коллегами из вашей компании услышимся и не раз. Во многих наших долгих разговорах. Смотрите себя на Ютубе. Вы ошибаетесь. Проверим? Вы ошибаетесь. Проверим. Я вам больше скажу, Сергей. Мы с вами не первый раз общаемся. Ваш голос я помню. Где вы там работали раньше? В Газпроме, в Максимаркете. Я сейчас не буду утверждать. Но ваш голос я помню. Да, да, где еще я работаю. Так что, услышимся. Я говорю, я не утверждаю откуда, потому что мне звонят много откуда. Но голос я вас слышала. Где вы слышали? Ну, в одном из разговоров с лохоброкерами. Да, что еще вы скажете? Не, просто разговоры записываются. Вы на статье уже наговорили. Я просто еще хочу, чтобы больше, больше. Я потом просто... Подайте на меня встать. Не, зачем? Я включу диалог коллегам, чтобы поднять настроение. Когда кто-то будет без настроения, да, я просто им буду включать этот диалог, чтобы они посмеялись. Я вам лучшее предложение сейчас сделаю. Не один раз уже были эти клиенты. Недельки-две потерпите, а потом у вас будет возможность прослушать ваш диалог, этот диалог наш с вами, который будет опубликован на Ютубе. Там будет наверняка интересная заставка. На Ютубе будет уже обработано качество записи, звук хороший будет, громкость лучше. И вы сможете всем офисам сесть, голова к голове и отметить ваш бенефис. Обязательно. Можете отправить своим друзьям, родственникам, похвалиться вашей профессией, вашей работой в Днищинской. Да, вы тоже можете похвалиться. Послушать их обратную связь, пусть они узнают, что их друг, их родственник, их сын, возможно, чей-то работает разводилой в украинской лохоброкерской компании. Печальная новость будет для кого-то. Наверняка кто-то не знает из вашего окружения, и вы не хотели бы, чтобы кто-то узнал. Ну, я вам скажу, что все больше и больше подписчиков у нас на канале, и все больше и больше людей будет узнавать. И узнавать знакомые голоса, узнавать своих друзей, коллег, родственников. 100 подписчиков? Ну, зайдите, посмотрите, сколько подписчиков. Зайдите, посмотрите, сколько у меня просмотров на моих роликах. Поэтому... Вас нету. Вас это удивит. Вас нету на Ютубе. Ну, что ж, нету так нету. Но ваш разговор, наш с вами разговор будет на Ютубе. Угу. Хорошо. Я и еще 6 ваших подписчиков обязательно послушаем. Я рада, что отняла у вас время, что вы за это время могли бы развести кого-то, но не развели. Может быть, даже вас накажет шеф. Вы, кстати, стоя работаете, или вы уже заслужили почетного стула? Кто заслужил почетного стула? Ну, говорят злые языки, что те, кто не очень успешен, или плохо показывают результаты, их лишают стула, они работают стоя. Такая мотивация у вас, в ваших конторках. Вот это да. Я не утверждаю, но я спросила, вы стоя или сидя работаете? А вас, наверное, развели на приличную сумму, и вы обижены теперь жизнью, и всех под одну гребенку, да? Это стандартное утешение. Не жаль вас. Стандартно пытаются утешить целыха брокеры, и ваши, такие ваши коллеги, как вы, стандартно пытаются тебя этим утешить. Но я вам скажу, что меня обмануть очень сложно. Мне вас очень жаль. Хоть какие-то человеческие чувства у вас появились. Ну, вот сейчас обманут это вы оказываетесь. Я вам еще раз говорю, меня не обманут. Так, я не обманут. Я от этого ничего не теряю. Я ничего от этого не теряю. Я с вас посмеялся, мы будем работать дальше. Как и работаем уже два года на территории Российской Федерации. Вы можете записать адрес, да, будете удивлены, возможно, приятно. Вы можете записать адрес, да, где мы находимся в Москве. Если вы хотите приехать, лично я к вам спущусь, да, помашу вам, и вы будете приятно удивлены. И можете также взять камеру, чтобы своим шести подписчикам показать, что Анжела немножко не только пошла. Пришлете мне на WhatsApp геолокацию сейчас? Я WhatsApp не пользуюсь. Это устарелый век. Ну, отправьте мне любой мессенджер геолокации. Я, слава богу, еще молодой, я не пользуюсь. Так я не пользуюсь вайбером и WhatsApp, это для старых людей. Ну, видите, как вы сейчас убегаете. Можете записать адрес, я вам в Москве. Так, я не использую вайбер и WhatsApp, Анжела, еще раз говорю. Пришлите мне в почту геолокацию. Я пришлю, давайте, давайте, на почту я вам все отправлю. Отправляйте геолокацию вашу. Я вам отправлю на геометку. Вот прям фотографию вашу, селфи и геометку. Это ваш телефон сможет позволить себе сделать. Я вам геолокацию отправлю. Ну, так не просто геолокацию, набранную цифрами, а фотографию свою, селфи с геолокацией. Тогда будет понятно, что это вы и геометка будет. Ну, а как вы мне хотите просто какую-то рандомную геолокацию отправить в здание в Москве? Ну, вы сейчас меня задумываете. Ну, а как вы подтвердите, что это ваше геолокацию, геолокацию? Геолокацию Казуэл Плаза. Ну, и что вы мне отправите геолокацию Казуэл Плаза? Ну, вы, чтобы я вам что-то подтверждал. Ну, вы пытаетесь меня тут убеждать. Хватит обижаться на людей, которые вас развели. Хватит. Спуститесь, пожалуйста, на землю. Мне нравится, как вы утешаете себя. То, что вас развели, и вы теперь всех под одну гребенку, это уже ваше право. Разводить-то продолжаю я вас. Ладно, вы не обижаетесь на жизнь. Я хочу вам сказать спасибо. Вы сделали мне контент, и я немножко подзаработаю сегодня на нашем с вами разговоре. Вы с меня не заработали ни копейки. Возможно, даже вас страхнет начальник. Я вас поздравляю. Я заработаю. Я вас поздравляю. Да, как скажете, я вас поздравляю. Так что, звоните еще. Благодаря вам я зарабатывала. Вы только что сказали слово, только что сказали слово на букву Т. То, что уже вы не видите 40 лет. Мне вас очень жаль. Держитесь, крепитесь, Анжела. Хорошего вам дня. Ты психи? Я гbei! Или? 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 Или?